дорогие друзья уверяю вас что вот это вот можно все есть это продается на улице это все съедобно это едят тайцы это едят туристы это можно смело брать выбираете какой надо вот и сеть understand understand the swan по ней это окей вот и возьмем розовую сосиску и сюда и пиниш и можно это что спокойненько есть сейчас нам это все приготовят иногда делают в масле иногда делают прям стоят угли и здесь как бы на углях такими не шашлычки айсит хиром здесь нам делают шейк как она в шейк на самом деле друзья мои в центре города все это стоит 60-80 бат вы можете видеть что здесь это стоит 25-30 бат то есть то же самое все готовится то же самое все безопасно смотрите стоят живые ананасики собственно говоря и вот такая вот обычная кафешка непримечательная здесь питаются собственно местные ребята я вас уверяю где питаются местные там есть можно все вот такая вот непримечательная кухня стоит тетенька она готовит она очень плохо разговаривает по-английски но на двух пальцах и при помощи кстати переводчика google переводчик онлайн-режим или яндекс-переводчик она готовит нам еще в том к и готовит нам нуду нуду и все это будет всех вот ну так знаете смотрится конечно неприглядно но на самом деле хочу сказать что все это очень нормально есть это можно и это находится знаете 9 находится на тепразите вот даже приезжают таксисты и они здесь тоже пытаются вот такое дело здесь кстати вечером разворачивается очень большой рынок барахолка прямо барахолка вот такое дело это находится напротив заправки shell но я думаю что вряд ли вы сюда поедете но смысл остается в том что в принципе в таких вот небольших заведениях для местных питаться относительно можно и безопасно ну не относительно безопасно это все на личное усмотрение каждого то есть вот такое вот что мы получили мы получили вот такой вот шейк как она от шейк довольно таки достойный по вкусу очень вкусно даже вкуснее за 30 бат на минуточку вот это большой стакан за 30 бат даже вкуснее чем в центре города за 60 или за 80 там больше какой-то воды непонятно чего там примеси больше чем самого кокоса это действительно очень вкусно плюс ко всему вот те шашлычки которые я заказал вот это дело было зажарено вот это дело принесено и даже в пакетик наложили огурчиков и капусточки похрустеть капустика тоже дело вот это стоит ребят 40 бат тут реально вот смотрите 70 бат 72 тут можно спокойно наесться а мы еще заказали суп томка и вермишель noodle seafood то есть с морской обед с креветками там с медьями со всеми делами сейчас это все принесут я конечно же вам покажу но прикиньте капусточка капусточка свежать принесли нам seafood noodle 6 а представляет друзьям это такое дело тут короче такая лапша она реально прикольно и вкусно а прикольно и вкусно и тут добавлено яйцо вот еще тофу лайм лучок сухари все то здесь можно будет сюда намешать и морской обед креветочки вот они прям креветочки вот такая одна порция стоит 50 бат а если зайдете в кафе в любое кафе это будет стоить где-то порядка 100 120 бат так что я уверяю вас не нужно обрезговать и можно купить нормальные еду в два раза дешевле а иногда и встретиться что хочется сказать друзья кстати приветствую вас вот вы меня увидели что хоть как это реально вкусно это реально это даже вкуснее друзья мои чем в каком-то там с ртом кафе за 120 до 160 бат вот такое блюдо то есть джемой 50 бат за это блюдо это но 130 рублей на наши деньги реально можно одеться оно не острое если вам надо острое здесь дается вот такой пожалуйста набор он весь вот если вам надо острое вообще в принципе я очень доволен кстати вот смотреть сейчас тетушка несет нам еще сеньки несет еще тонко и тонко я думаю что это будет не дороже чем 60 бат посмотрите сколько креветок как это все выглядит сделано на кокосовом молоке много кальмаров много лука выглядит вообще очень аппетитно друзья вот так я хочу вам сказать вы не бойтесь есть на улице это безопасно это это вкусно это недорого на улице нежели ходить по кафе и да кстати друзья мои не забудьте подписаться потому что следующих видео мы обязательно разберем я уже отснял материал как продлить если вы больше чем 30 дней находите здесь в таиланде что нужно делать куда надо ехать и как это все надо делать обязательно смотрите следующих видео будет как получить регистрацию если вы приехали сюда на долгосрок мы обязательно покажем вам я покажу несколько магазинов если вы приехали сюда на зимовку или на более долгий срок я покажу вам несколько магазинов где покупать дешевую качественную еду где закупаются для ресторанов тайцы где закупаются сами сайт тайцы семьями ну типа нашего глобуса либо шана но только реально самые низкие цены я покажу вам еще один магазин бытовой магазин где вы можете приобрести для себя всю бытовую утварь начиная от шкафа и кончая иголками подписывайтесь друзья удачи релизе и за you